мы не можем спать спокойно мы спим закрытыми окнами каждый день а нестерпимая воня из-за которой невозможно открыть окна рвота першение в горле вот здесь вот просто в горле першение страшное а мы вынуждены просто уехать делать ничего не хотите считаете что все нормально моя хата с краю я ничего не знаю ничего делать не хочу хамство ложь и беспредел именно так можно описать работу компании жил сервис который отвечает за деятельность вот этих вот очистных сооружений 76 года постройки скоро отметит 50-летний юбилей я даже не буду вам рассказывать как они сегодня выглядят исправляются ли они с тем объемом нагруза который на них приходит увидите все своими глазами в сегодняшнем расследовании эко рейда здесь присутствует несколько деревень тут три или четыре деревни представители и вот нас всех охватывает эта проблема честно говоря просто дух захватывает не только от ужасного запаха но это увиденного посмотрите какие супер технологии на проволочках и полиэтилене здесь используются страшно подумать как это вообще до сих пор работает и в состоянии ли эти очистны хоть что-то здесь очищать мы хотим понять какого черта вы здесь так работаете что люди травятся мы выяснили что есть еще оказывается и организации которые какие-то ядовитые отходы перерабатывают и они свои бытовые отходы тоже приходят вот что творится вокруг на раму сервис явно здесь изливы идут если это вдруг сюда попадает какая-то вот химия которая не положено вообще находиться в бытовых отходах это вообще катастрофа и страшно себе представить что администрация этого предприятия позволяет себе травить москву реку каждый день в круглосуточном режиме сейчас вы знаете что по закону можно сбрасывать только водный объект очищенной стоки понятное дело что вы сбрасываете не очищенные но души не не справляются вот это получается тот самый аварийный выход который по жалобе жителей заварили и да то есть судя по всему когда значит очны не справиться сооружение уровень воды здесь поднимается и это все просто по этой трубе уходила прям вам в овраг в природу правильно сказать что все уход в овраг чувствуем с вами до такой же запах как и там памперсы прокладки и прочее прочее бытовые отходы которые должны вывозиться на полигон они складируются здесь просто на голой земле без соблюдения всех санитарно-пезиологическим норм причем складируется не первый день все это здесь лежит гниет проливается дождями уходит в землю попадает в грунтовые воды и и так или иначе в итоге оказывается в колодцах у местных жителей которые вынуждены соседствовать с этим отвратительным объектом который давно нужно модернизировать закрыть или что-то с ним сделать но в таком виде как он сейчас работает он работать не должен и не может сотрудники очистных сооружений 76 года постройки такое ощущение что до сих пор живут по законодательству 76 года они не в курсе что сброс точных вот на рельеф сегодня категорически запрещен что мы здесь видим труба выходит прямо в лес вот здесь вот в овраг черная гнилая земля куча всяких останков невыносимый запах это для сотрудников очистных норма мы будем с этим бороться